Девушки отдыхают 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 Но у них соотношение не такое хорошее победа-поражение Коллектив российский Состав у них все русские Все семь игроков русских Ну и пики Уже видим интересные пики со стороны команды Невозможно и возможно Это два саппорта Один Леон весьма стандартный А второй Огрмак Огрмак нынче не в Мете, насколько я знаю Он вообще в Мете был Я вообще не помню, чтобы он был в Мете Его бывало как-то пикали Ну тут так вот Он был в полумете когда-то Даже не могу сказать точно когда И поэтому видеть его интересно Интересно будет Ну и со стороны команды Атрия Есть Винга Винга и сейчас будет Закончена Закончена вторая, точнее первая стадия пика Каким героям пока еще не ясно, но Но тем не менее Так, ну что же Я прошелся в принципе по составам Вижу, что ребята думают над пиком И решили, да, взять тоже Интересный пик Шейкер Шейкера пикают, конечно, почаще, чем Огромага, но Но пик тоже интересный Ну и вторая стадия банов В бан уже залетел Сайленсер от команды Атрия Вообще команды не особо Спешно пикают Если вообще сравнивать С другими матчами Под подобным тегом Под тегом Кап На Старладере На капах любят люди Команды, точнее Пикать быстро И я всегда считал это плюсом капа Для комментирования, во всяком случае Потому что Комментировать Пики это Наверное Самая Сложная По каким-то критериям Определенным Часть задачи Особо тут ничего не расскажешь Нужно постоянно какую-то инфу выдавать Интересную А вот у меня она Небездонная Небездонная сумка с эмфой Поэтому Поэтому тяжело Ну и что же Вторая стадия банов подошла к концу Баны попали Бистмастер Банша Саленсер И Джаггернаут Ну и Вторая стадия пиков Начинается Начинается С пика Пика какого-то Какой-то Важной роли Так сказать То есть это будет Или мидер Или хардлайнер Или кэрри Потому что два саппорта уже есть На пуш Это никак не тянет Это будет такая Стандартная игра Мол Убивай круши Зарабатывай преимущество И в конце Додавливай Мощью Ну и видим Вроде как Хардлайнера От команды Все Нет как они там Невозможное возможно Феникс Возможно это будет мидер Однажды я видел На каком-то Турнирчике Подобного рода Феникса на миде Очень хорошо парень отыграл И вообще на себе тянул Команду Практически один Так что это возможно Даже и мидер Поэтому команда Атрия Встает в опрошь Мидер это Или хардлайнер Если хардлайнер То тут уже на самом деле Для триплы Нужно добрать Только кэрри И вот он кстати и есть Укомпонованная трипла Уже на ваших экранах От команды Атрия Будет стоять Возможно против Феникса Возможно против другого хардлайнера Поглядим Поглядим Так ну и Эмбер Спирит От команды Невозможное возможно Видим у них Весьма такой Пылкий пик Огненный Еще бы лину добрать Ну кстати можно Можно взять лину в мид Феникс пойдет на харду А Эмбер будет фармить В триплея Не самый лучший вариант Но зато он будет Такой обжигающий Как перчик чили Ладно Давайте чуть посерьезнее Ну и замыкающий пик Второй стадии пиков От команды Атрия Кого же взять Кого же взять Ну очевидно Мидера Или хардлайнера Попробуем давайте Поанализировать Немножко По дурсу взять Хорошо бы какой-то контроль Разумеется Если скажем Они сейчас думают Над мидером То нету уже Таких сильных мидеров Как Девауэр Инвокер И Банша Зевс также попал В бан Ну и Саленсер Такой потенциальный Мидер Или Саппорт И это Слардар Судя по всему Это будет хардлайнер Стоять будет Против двух Станов И Какого-то Кэрри Пока не ясно Еще кто именно Будет на изилайне От команды Невозможное возможно Так ну и да Последние баны Уже На носу Так сказать Уже в процессе Ланая залетает Бан первый И мы понимаем Хотя нет Вообще Ланая Против Феникса Стоит неоднозначно Феникс очень бойко Сбивает ей весь рефракшн Благодаря своим Скиллам У него вообще все скиллы Работают Периодическим уроном А не Как это принято Моментальному Типа Щелк И дамаг Весь одним Рывком нанесся Нет Здесь он постепенно Наносится И для рефракшн Это чревато Чревато Плохими последствиями Для Ланая Но с другой стороны Ланая Неплохо может пробить Если она с молда Ударит Феникса Который еще До этого был Изрядно расхорошен Псиблейдами То можно Можно натерпеться Можно натерпеться Поэтому не до конца Ясен этот бан Точнее по нему Не до конца Можно судить Все таки Куда пойдет Феникс В харду Или в мид Ну и Верка Улетает Последним баном В этой игре Верка Кстати тоже Тот Такой персонаж Который может пойти И в мид И в хардлайн Поэтому Ход мыслей Команды Команды Отряд Пока что Тоже не ясен Пытаемся Залечь команда В голову Опираясь На их пики И на их бан Хотим понять О чем они думают Так Ну и последние пики У команды Невозможное Возможно Есть просто Туча времени Они я думаю Не побрезгуют Им воспользоваться Если даже Они уже приняли Решение Можно его взвесить Можно Обсудить Какие-то другие Мелочи Мол Ты пойдешь туда Ты пойдешь туда Давайте сейчас Смоук И ТПшки Там На Дрошана Ми-ми-ми Фи-фи-фи Так что Так что мы тут Подзадержимся Немножко Так Вообще Если по сетке То это Одна восьмая Уже Финала Да До конца Не очень далеко И вообще Мне Лично мне Хотелось бы Чтобы Вышла победителем Команда Атрия Может быть Это как-то Непрофессионально Сейчас я себя веду Говоря такое Но Как-то вот я с ними С ними На легкой руке И Мне бы с ними Хотелось бы до конца Дойти Чтоб ни с кем В скайпе не связываться И было все Прелестно Прекрасно Ну и видим Вайпер Вайпер Тоже Из тех персонажей Которые могут идти И в мид И в харду Но скорее всего Я думаю Это будет Мид вайпер Потому что В харде Его будут Постоянно Убивать Там все-таки Два стана Урса Который Подади стана Разрывает Все живое Но У феникса Есть маленький Маленький шанс Улететь на первом Скиле Атакой урсы Так что Так что Я думаю Да Все-таки Это будет Соло Мид Вайпер Ну и Рейзер Пойдет Мид против Феникса Или Вайпера Опять же Вот так Кстати я Слава богу Не забыл Ой-ой Зря я свернулся Нет Все в порядке Чуть не забыл Худ поменять Я Вообще я вешаю Шнурок на монитор Чтобы не забыть Поменять Худ Но в этот раз Не повесил И слава богу Сам вспомнил А то приходилось Некоторые игры Смотреть Вот так вот Через Худ Пикабана Не самое приятное Занятие Ладно Давайте познакомимся С коллективами Команда Невозможная Возможно На Эмбер Спирите Будет играть СГС Хак Или нет Давайте СГшак Ну что-то такое Несуразное Не знаю Как это произнести А на Фениксе Будет играть Браве Наверное Так На Вайпере Отыграет Литл Вандерер На Леоне Будет играть Глиномес Нормальный Ник И Бухенвальд Флот Что-то там Будет играть У нас На На Огримаге Да Так и есть Ну и Команда Атре На Шейкере Отыграет Ракузан It's My Time На Розоре Будет играть С На Урсе Будет играть Коро На Винге Отыграет Джайс И На Слардаре Будет играть Коллапса Ну и Ребята Подгружаются После стандартных Вылетов В начале игры Не тянут Компуктер У ребят Слава богу Хоть мой тянет Тоже бывает Подлагивает Во время Распика Так ну и пошла Пошла потихоньку Игра Все таки Феникс Судя по этим Тангусам Пойдет В мид Хотя нет Непонятно Вайпера тоже Набор Тангусов Все таки Это вайпер Будет Стоять В миде Определенно Вайпер Феникс Пойдет в харду Ну и видим Выход Выход Команды Атрия Не в свой лес Или куда бы то ни было А на топ Смог Увязается И будет заход В вражеский лес Там они возможно Встретят Эмбера Я думаю И Эмбера Надо Кусат 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 Разрыват У Эмбера Немаленький Мувспит Но я думаю Если его Цепанут То тут его уже Разорвут На куски Слишком много Дэмэджа Слишком мало Брони У Эмбера Как мне нравится Музыка из Соника Некоторые мелодии Так Все Смог закончился Сейчас Леон Вижен Смотрим Леон Получает Фиссурку Получает Далестан И Очень далеко Сейчас команда А Атрия Еще дэмэдж Пытался высосать Рейзор Ничего не получилось Ну и вот такой вот Немного неудачный Заход По Вижену Я не успел Оценить ситуацию Но Думаю Шейкер И распугался Что его уже Заметили И решил Решил Брать БК За рога Ну и на топе Забирает Руну Рейзор На боте Феникс Кстати Забрал Руну Не дождался Он Вайпера Смида И в итоге Вайпер Будет Начинать Без Этого Стандартного Бонуса Которые Привыкли иметь У себя Мидеры Всех команд Наверное Любой страны Любой организации Ну и Винга Видим Уже Сразу же С Шейкером Собираются Здесь Гнобить Вайпера Окончательно То есть Не только Лишить его Руны Но и Лишить его Фарма Или даже Жизни Если повезет Давайте по Вижену Вайпера Сейчас оценивать Вайпер Вот не видит Ребята Они спрятались Прямо вот Тютелькой в тютельку Вот они Где стоят Знает Ребята Как работает Вижен в игре Ну и сейчас Видимо Начнется заход Потихоньку Ожидаем Да вот пошли Ребята Начинается Высасываться Дэмэдж И стан Фиссура Отличная Здесь никуда Не уйти Вайперу Только на ноге Можно убежать Вайпера Не прокачивает Третий скилл Поэтому Рейзер Не замедляется Но у Рейзера Не так много Муспида У вайпера Правда он Совсем Плачевный Но да Рейзер В итоге Решил Не пытаться Гнаться Ну и Стана Винги Точнее По моему Не хватило Она вроде Ну задумка хорошая Видим что команды Понимают По крайней мере Команда Адри Понимает Где Есть вижен У вайпера Это говорит О их профессионализме Отлично Так ну и Урса вынуждена Пока что Стоять против Феникса Пока у Урсы Все в порядке Есть 7 на 3 Крип стат У Феникса Только 2 крипа Добито Но так Ну или он На топе тем временем Умирает Пришел шейкер Опять на ганг Убивает саппорта Со слордаром Они через стан Через 2 стана Забирают себе Этот фраг Кстати кто ласт хитит А ласт хитит У нас Где там Ласт хитит шейкер Кстати по моему Неплохая Это неплохо То есть кто-то Мог подумать Что не надо было Ласт хит Оставлять слордару Но Я например считаю Что шейкеру Который роумит И вообще ничего не делает Кроме как Пытается делать фраги Ему нужны эти деньги За фраг Особенно с ФБ Когда там идет Еще плюс голда Так ну и Ну и поглядим Да вот Получает 3 уровень Феникс Начинает он Назидать Капать на нервы Урсы Замедлять ее Скорость атаки И тут Все зависит Попадет он вторым Скиллом или нет Сделать это Не так просто Как могло бы Кому-то показаться На миде Рейзер Пока что По крипстату Выигрывает Но Я думаю Может А так Тем временем Еще один фраг В этот раз Уже на шей Точнее на Слардаре Зарабатывает Фраг Эмбер Спирит Не знаю Не знаю Видимо он Немного неаккуратно Сыграл его Связали чейнами И сожгли Заживо Через еще Два дизейбла Леона Здесь видим Огармаг Делает Нет он делает Стаг Все правильно Делает Причем Еще один фраг Что-то надо Надо повнимательнее Как-то за картой Следить Сделали на медушейкер Очередной раз Пришел на ганг Ну и Смогли в этот раз Забрать вайпера Все таки он был На территории врага Где-то ближе к этой горке Скорее всего Давайте повнимательнее Вот сейчас будем Смотреть За всем Про всем Очень удобная Вот эта каемочка Очередной раз Отмечаю Потому что теперь Раньше если Многие Кто был Ну как неопытные игроки Не знали Куда именно Поставить вард Чтобы заблочить И ставили его Всегда примерно Чуть ли не Прям в спаун Где-то вот здесь То сейчас По этой кайме Можно очень удобно Ставить варды Прям вот На каемочку Чтобы тебе Было всегда Максимальное количество Вижена Дано Так ну здесь Видим Винга пытается Как-то харасить Хардлайнера Но хардлайнер Может его сейчас Убить на самом деле Сейчас полетит Я думаю С головой вниз И Вперед Вперед Лететь Пока что еще Брезгует Боится что на помощь Кто-то может прийти И в итоге нет Не полетел Мог бы за счет Первого скилла Я думаю Легко зарабатывать Себе этот фраг Только побоял Если бы не туман войны Он бы именно так и поступил Но я думаю Он побоялся Что может прийти подмога Решил не залетать Не залетать И не делать Этот фраг Так Ну и Па-па-па-пам На топе Видим Большая пачка крипов Пришла Притались ребята Как-то отпуливать Сюда Как я понял Но ничего не получилось Руны Уже Забрали ребята Ну и видим Что Разор Пока что выигрывает Мид Продолжает его выигрывать Даже можно сказать У него 18 на 13 Крипстату Вайпера Всего лишь 7 на 4 Ну и летит банка К вайперу Не всегда на вайпере Имеется боттл Но этот вайпер Решил что это полезный Итем И в принципе Я сторонник подобной идеи Но его прессуют Слишком сильный Здесь видим смоу ганг На Разора Пытаются как-то помочь Своему соло мидеру Ребята Ну и Шейкер тем временем Тоже оказался как-то сзади Я его даже не заметил Здесь начинается Ганг на ганг Так сказать Высасывает полностью Дэмэдж из вайпера Он толком никак не может Теперь помочь И будет драка По сути 2 на 2 Пытается Разор Правда догнать Этого гнусного вайпера Нет у него ботинка Но есть третий скилл Который замедляет И все-таки это минус Шейкер здесь очень мало здоровья Быча до последнего Все-таки решает отойти Правильное решение Винга Ах Немножко не хватило дэмэджа Разор Плазма филд И Ах Нет Все-таки не получилось У Атри сделать этот фраг Ну Довольствуются ребята Фрагом на соло мидере Команда оппонента В принципе Зачем пришли То и получили Не ожидали Я думаю Ребята Из команды сил света Увидеть здесь столько народу Думали здесь будет один вайпер Был уже ответный ганг Ну и убедителями Этих двух гангов Вышла команда Атрия Ну и что же Давайте как-то подведем Микро итоги Прошедших 6 минут По графикам У нас по деньгам На полторы тысячи Лидирует Команда Атрия И по экспе Они же лидируют На косарь С небольшим носиком Появляются руны Винга заберет Я думаю на боте На топе заберет Рейзер А у Рейзера даже нету ботла Так что ему эти руны Особо и не нужны Вот так вот Разор Отыгрывает без банки А нет вот банка А забудь ему шейкер Банку И даже не нужно Пидорить до руны Может Принимать полностью Всех крипов на себя Их экспу Их денежки Несите их ко мне Да Недавно я ощутил на себе Вот эту прелесть Когда тебе дают деньги Просто так Как это приятно Там мне задонатило Два типа Почти 500 рублей Да Знаете Первый раз Все бывает первый раз Первый раз Это бывает Наиболее приятно Чем последующий Я слышал Так что вот Немножко Хвостовства С моей стороны Ладно Давайте дальше Смотреть за игрой Здесь Рейзер Все-таки пошел Забирать эту руну То есть потратил Максимум Маны Потратил Максимум ХП Чтобы Разменяться С Вайпером Я думаю И пошел Обновил банку Здесь так На хосте Влетает шейтер Ах Немного Не получилось Ему кинуть Нормальную фиссуру Здесь да Идти дальше Лучше не стоит Потому что Откидывается Ультимейдом Вайпер И разор Нет Идет до конца У него все-таки 140 дэмэджа С руки сейчас Плюс И И нет Вайпер Хладнокровно играет Прячется По лесу И не дает Не дает себя Зажарить молнии Заживо Славдара По-прежнему Получает здесь Икспу Каких-то даже Крипов И на низу Видим Выход идет На двух героев Команды Невозможно И возможно Правда на развороте Почти уж что убили Здесь разор Разор горит И разор умирает Все-таки Феникс Прометчиво поставил яйцо Его сожрали там Заживо в этом же яйце И Леон Леон никуда отсюда Не денется Судя по всему Хотя нет А как он ушел Столько героев За ним бежало еще И венгаз дохла Тауэр Ёлы-палы И тем временем Еще на топе Гангнули все-таки Не гангнули даже А просто Убили Подставившегося Под удар Зардара Не знаю как это произошло Но Видимо через чиньи Через стан Хватило дэмэджа Ребятам Чтобы забрать себе Этот вкусный Вкусный фраг И счет в итоге 4-4 Ребята за последние Две минуты Из команды Невозможно И возможно Успели отыграть По крайней мере Ситуацию по фрагам Уж точно Хм Классный варк Кстати видит Обе горки Хорошо Хорошо Ну видимо Вайпер Зашел в спину Уже с Лардару Будут пытаться Его видимо Здесь как-то выкашивать Но нет Его команда Отговорила Вайпера От этой идеи Решили что Не стоит дайвить Давайте как-то Наверочку Больше играть Но это может Привести к Плачевным Подследствиям Наверочку вообще Любят очень играть Китайцы Вот так Начинает высасывать Дэмэдж из вайпера Фиссура Рейндж Не хватает Немного рейнджа Но вот Дотягивается И в итоге Да Леон уже Был настороже У своего Соло мидера Союзного И Не дал Не дал в обиду Феникс Тем временем Продолжает стоять Против Урсы Урса Атак Попадает Попадает в водудар Непонятно еще Кто попадает в водудар Потому что Есть шейкер Шейкер может Застанеть Но Нет Нет В итоге Просто разминулись Не стали Друг друга пытаться Убивать Здесь Так Слардар Ого Как он промахивается Кстати Видели этот баш Он снес ему Где-то вообще Минимум четверть ХП По мне показалось Даже треть С этого баша Если бы станом Он попал То это мог бы быть Минус Но Вот так вот Слардар Немного поспешил Дал Стан Не по таймингу Поэтому Минуса Здесь Никакого И не было Не было Не было Не было Нанабанаклава Нанабанаклава Так Ну и Вообще Что у нас Имеется Урсы Мне интересно Собирает он Владимир Стандартный Конечно После апдейта Когда Сделали Третий скилл Урсы Не орб эффектом Можно теперь Собирать Вообще Любой вампирик Можно даже Вообще Не опать маску В принципе Многие так И делают Ну до какого-то Момента Разумеется И уж сам Может забирать Рошана Может забирать Рошана Очень легко Он об этом Знает Но так же Он знает Что и оппонент Об этом знает Так тем временем На топе Видим Очень сильно Расхорошенный Эмберспирит Видимо Он фармил Здесь Крипов И есть Лордар Безвиженно Просто подозревая Что здесь есть Вкусная булка Спорим Все таки Это не Интернешнл И Может кто-то Прийти А тебе Нужно будет Открыть Ну и давайте Посмотрим Здесь тем временем Леон бежит Уже на помощь Огрмагу По вижену Да Виждет Слордар Этого Леона Так что Неожиданно Для него Выход Его здесь Не будет И можно Принять решение Можно принять решение Бежать или бить Скорее всего Убежит Слордар А у Огрмага Нечем цеплять Он все уже откинул Так что да Слордар Принимает верное решение Убегает Огрмаг слишком жирный Так Прожирается Прожирает дерево Ну окей Почему бы и нет Шейкер Так ТП Феникс Далун Фу И начинается драка Ой Подставляется очень сильно Под удар здесь Леон И уже ничто Его здесь не спасет Слишком перебодрился И так же Огрмаг Огрмагу тоже здесь не уйти Неплохой Плазмофилд Да и вообще Четыре героя команды А3 сейчас на топе Два саппорта Без шансов умирают Эмбер так же пытался Чем-то помочь Но у него ни маны Ни хп толком нету Так что Даже не знаю Как это все оценить Наверное Все таки неправильно Поступили ребята Из Невозможное возможно Нападение Это было Неверным Ну решение нападать Надо было Надо было не нападать Так Ну и Урса Урса жрет Роша Она Феникс об этом знает И сейчас будет интересная ситуация Урса буквально Несколько ударов Есть оверпауэр почти И оверпауэр раз Два Ну и да Если бы у Урсы Не было бы этого Офигенного скилла То сейчас были бы У него проблемы Офигенные Потому что Спириты бы Феникса Не дали бы добить Рошана И пришлось бы Бегать туда-сюда И играть какую-то Непонятку Оба бы Были бы на нервах И была бы интересная ситуация Но к сожалению Наверное для нас Для меня и для зрителей Что есть оверпауэр У Урсы И все закончилось Просто добитием Рошана Так Ну и на топе Упал уже Тавр Забирает его себе В копилку Стардар Уже имеется почти у него Готовый Блинк Даггер Это буквально 170 голды И так Начинается драка Ультимейт Вайпера по Шейкеру Здесь колба летит Стан по Вайперу Отлетает от Стардара И Феникс залетает И будет ли яйцо Нет Боялся поставить Здесь Ой тем временем Очень сильно проседает Разор А как-то он Видимо его Соляного почти раскатал Здесь Эмпер Спирит Яйцо ставится Совсем уж такое Не знаю Никакое Зазря я бы даже его назвал Ну и закончилась заварушка У нас с минусом Разора только Был файт Разделен по сути на две драки Одна проходила в этой части Одна где-то в той И вот в этой части Как раз был фраг Совершен по большому счету А здесь ребята разминулись Рисуем стрелочки И выигрываем в доту Кстати да Ввели бы уже в доте Возможность рисовать стрелочки Там же вот например Можно же рисовать на карте И ну если Рассматривать это в плане Ну с точки зрения того Что кто-то может Постоянно рисовать Какие-нибудь хуи Ну то есть Вы поняли о чем я На карте Ну на земле То можно И когда человек Просто получает муд То он не может рисовать На карте Следовательно Можно и сделать легко Чтобы он не мог рисовать На земле Так что Введите Валевая Введите нам возможность Рисовать На ландшафте Только тренер может Рисовать на ландшафте Для своих Подчиненных Так сказать Так здесь видим Тем временем Урса Зашла в спину У него нету Даггера Есть зато Фейзы Аегис И сейчас будет стычка Так Огрмак Палит Урсу Непонятно кто на кого нападает Здесь залетает Слардар С Даггера Уже готов Плазмофилд Неплохой И Леон остается на лавафах Но забирает первым фрагом Здесь Вайпера Так Леон Подошел Ради того чтобы дать хекс Уже после того как умер его тиммейт Непонятно зачем И в итоге отдал еще и свою жизнь Вдобавок С жизнью вайпера Ну вероят тавер Здесь будет падать Юзается сразу Глиф Правильное решение Ни на что оно толком не повлияет Разве что Атрия задерживается Здесь на 5 секунд больше Ну и пойдут ли на Т2 Пока не ясно Урса Приобретает себе Даггер Что было В принципе очевидно Здесь запрыгивает Слардар Дает Амплифай дэмэдж Ой Ну тут даже говорить не о чем На куски разорвали бедного Громага Стоял он один на дефе своего тавера Отважно знаете Как какой-то солдатик оловянный Который просто до конца Он знал Он знал что он погибнет Но ради символизма Он со слезами на глазах Продолжал стоять И дефать этот чертов Эту чертову груду камней Если что ребят У меня чат открытый В Твиче Дилей 2 минуты Так что Если что можете писать Всякие интересные штуки Например я Говоря об этом Вспомнил своего одного Зрителя Который мне подсказывал Менять Эти вот графики Сейчас стоит поставить Уже на творц Это будет пополезнее Так ну и Тордор залетает Отличный стан под моим Умирает моментально Здесь вайпер Дают еще Винга стан в Огромагу Огромагу Парень не из робкого Десятка Почти что бы жива И даже он И сфеник поставил яйцо Пытался как-то Перевернуть драку Но в итоге умер Никого не убив И 3 в 0 3 в 0 Огромаг очень жирный Его пытались покусить Не хватило немного дэмэджа Уж атака Через ультимейты Ах Немножко кривая фиссура И вот Чуть-чуть правее Чуть-чуть И это был бы еще минус Эмбера стопроцентный Ну и отойдут Отойдут просто Теперь ребята из А3 Хоть они убили троих Но это Очень быстрый респаун Все таки 15 минута всего лишь У нас На ваших экранах Так что После достойных минусов Ребята отошли Давайте пробежимся Вообще Опять По ситуации на карте 16 минута уже позади Счет 12 на 5 В пользу команды А3 А по Деньгам У них же преимущество За 5000 Уже почти 7500 А по экспе У них же за 3 Уже 4 Думаю тоже есть Ну и по итемам Можно также пробежаться Хотя нет Нанизу Идесембер Есть у него реминант Но он сильно рискует Так сардар Дает стан Слишком ранее Не успели прилететь тиммейты И нет Не хватит Не хватит дэмэджа Нужно было немножко подождать Тогда бы по таймингу Дал бы шейкер фиссуру Но сардар На диком западе Он бы долго Наверное не прожил Слишком рано Дернул он За крючок спусковой И фраг От него ушел Так Ну и аегис Заканчивается Видим Следующий Рошан Будет Не ясно Пока когда А нет Смотрите Через 3 минут Это будет вообще Самый ранний Рошан Для тех Кто возможно Не в курсе Напоминаю Что время Респауна Рошана варьируется Между 8 и 11 минутами После его смерти Так шейкер Нашел здесь феникса Феникс Удирает на первом скилле Ну и Шейкер Откидывается фиссурой Злобно И хотят Хотят Невозможное возможно Здесь залетает Урса Самое первое яйцо Разваливается Просто почти в один момент Слардар запрыгивает Стампа двоим Отличнейший Умирает первым феникс И Разменялся пальцем Здесь Леон Умирает так же Пока что Еще никто Но Вайпер Первую очередь Будет умирать Правильно Он же и подок Винга виняет Эмбер спирита Тот отлетает Почти в один момент Ну и 2 саппорта Остаются в живых За ним идет погоня Слардар Сурсой Бам Раз 2 3 Расплетили дэмэдж Расплетили фокус И в итоге 5 в 0 Пытались Невозможно Задефать Тауэр Понимали они Что Сейчас игра катится Не туда Куда им хотелось И решили Перевернуть Все в первые же При первой же Попавшейся Возможности Но Возможность Была Упущена Упущена Слишком А сейчас Не знаю Даже как это назвать Перепакт По фитамам Или Опыт команды Атрия Зарешал В этой ситуации Но зарешала Что-то Какой-то из факторов А здесь видим Слардар Собирает себя Помимо Даггера Уже Форста У Шейкера Даггер уже тоже готовый Будет также Врываться Со своими тиммейтами В моменталочку В моменталочку Такую А здесь Рейзер Имеет при себе Уже готовую меку 2000 почти сверху По деньгам Винга Имеет при себе Медальку И почти готовый Почти готовую Линзу Да, вот Не долетел Рецепт Разобрала Арканы Получила Линзу Кто-то Еще есть Интересный А, ну и Все Вот Итемы Команды Атрия Были Здесь Видим От Невозможной Возможной Эмбер Собрал Первой Тарой Себе Трэвела И Барабаны Так, ну и Здесь залет Идет на Феникса Феникса Привай Дэмэдж Очень много Получается Сейчас по лицу И ах Не дают ему Никак уйти Вообще Все Дизейбл Залетают В тот момент Когда Феникс Пытался улететь На первом Скиле И поэтому У него Даже шанса Не было По большому Счету Ну и Видимо Будет заход На хайграунд У Феникса Нету байбека И не будет Скорее всего Да, не будет И 30 секунд Придется дефаться Без него Разор Ультимейт Надо уже запускать Наверное Хотя на товара Он безогонимо Не работает Так что Можно и потерпеть И это все Из-за того что Руна волшебства Есть Так, Сардар Запрыгивает На первом Начинает его разрывать Это моментальный минус Нету байбека У Леона Здесь шейкер Дает всего лишь В одного Считайте Техослэм Но этого будет Возможно достаточно И он Эмбер Эмбер улетает На реминанте Все-таки И Бараки Бараки нужно фокусить Сейчас пока Ребята напуганы И Феникс Феникс Зажил здесь Урса Запрыгивает Дает один удар Отходит Феникс уже живой Есть у Феникса Ультимейт И сейчас Феникс Будет пытаться переворачивать Где он Где он Где он Я его не вижу Где Феникс Где Феникс Вот он Феникс И Пока он один Пока он один Залетает Так Яйцо Ой Как ты его неудачно Поставил Друган Никому не Никто не может помочь Хотя вся команда Смотрите Вообще расхорошена На то он и надеялся Но Мека Мека спасает положение Здесь Эмбера также Свапают и убивают И видим что Урса Видим что Урса запрыгается С Лордаром Очередной раз Урса Кстати сильно проседает Если у него Егис Нету Нету пока у него Егиса Рошан еще пока что стоит И Урса будет жить Где Вайпер А Вайпер Нанизу Понял Понял Ребят уже Какой-то не только Мисс коммуникейшн идет Ну судя по тому Влету Феникса Но и Разлад Какой-то Хотя возможно Вайпер я думаю Понимает Что Мид ему уже не отдефать Но он я думаю Давно ушел на низ У него нет отрывалов Творов здесь никаких нету Так что он просто Медленно-медленно Пидорил до низа Я думаю Он уже У ребят в скайпе Там какой-то переполох Ищет виноватых Ну и Рошан Рошан живой После Ничтожных бараков На миде Как приятно После сломанных Бараков Пойти И Насладиться вкусом Новоиспеченного Аегиса И смертью Рошана Наверное сейчас Так думает Вся команда Атрия Ну и вот Вот он Вот он идет Колосс Блеющий Над жизнями Всех Рошанов Каждой партии В доте Так ну и здесь Шейкер сильно проседает Кстати Спевает отойти Аегис Получает Урса Ну и 21-ая Минута позади Счет 23 на 5 В пользу команды Атрия Здесь видим Какой-то заход Намечается У Эмбера Есть реминант Так Ой-ой Венга немного Не доиграла Скажем так Там правда Все равно Наверное Уходил бы Эмбер Все-таки Пока Станда Летит Есть тонна Времени Чтобы Нажать Одну кнопку Без анимации По большому счету Улететь Ну и Что у нас По графикам По Галде За 15 тысяч Уже переварило Переимущество Команды Атрия Уже даже почти Двадцатку Судя по всему И по Иксп У них же За 10 тысяч Уже 12 Как мы видим По цифрам Ну и здесь На топе На топе Ребята собираются Уже потихоньку Заканчивать Есть все-таки У них все Для этого Шейкер Спритпушит бот Кстати шейкер С тревелами Видим что ребята Уже Окончательно поверили В себя Победа Победа Двух мне не быть Не может Мы победим Поэтому я куплю Тревела Ну и нормально Шейкер Реализует свой Итем Новоиспеченный То есть он Спритпушит бот Чтобы подогнать Линию под Базу врага Ну и потом Присоединиться К своим тиммейтам На топе При помощи этого Отличного Итема В данной ситуации А вот и он Вот и шейкер Ну и Т2 Будет Забран здесь Без боя Судя по всему Нету кстати Глифа фортификации У команды Невозможное Возможно И будут они Дефать Без 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 него Без него Ну кстати Вот судя по тому Влету феникса У них Я слышал Слаб Да я слышал Слаб Ребята уже Все Совсем Возрадовались У них там Отличное настроение Я так Ощущаю Так ну и Судя по тому Влету феникса Который был последний раз На миде Могут внести Много дэмэджа Ребята Из-за Невозможного Возможного Но Слаб Начинает этот файт Умирает Первым Фрагом Здесь эмпер Давайте включим байбеки Пока я ничего не пропустил Так здесь феникс залетает Ставит лицо Его нужно разрывать На куски Три героя уже подошли Этим заниматься Урсы есть Хотя Еггис по прежнему Ну и 2 в 0 2 в 0 Первая стычка Продолжается Дурака Урса бежит вперед И стан Залетает в вайпера Разор Плазмофилд Неплох И вайпер Вайпера сжирают заживо А вайпер делает Байбек шейкер Залетает Уничтожает Двух героев Прям Прям нахер Я не знаю Даже какое слово Лучше подобрать Прям вот нахер Их разрывает На куски Своим эхо сломом И улетает на базу Ну почему бы и нет Нету мана Нет хп Все враги мертвы Ребят Салон Эврибади До свидания Ну и Здесь Здесь Падает Падает Т3 На топе Бежит Бежит Ембер спирит Бежит Чтобы кого-то связать Но ничего у него не выхватит И он Пусти Почти был на волосок от смерти Стан Все таки у него кстати Залетает прямо на фонтане Ну и Ребята Выходят в очередную попытку дефа Кстати Атрия Все просели Нету у кого-то ультимейдов Ну и Урса Урса Видим запрыгивает БКБ прожимается Умирает моментально Огармаг Далее Леон на очереди Раз Два Три До свидания Вообще Урса Видя этот плазмофилд Залетающий от его тиммейта Решает даже не ударом А клапом добивать Этот фраг И забирать его в свою копилку А нет Давать ему кому-то там И Туфу Как же подставился Феникс Ну и Видим Видим уже полный конвейер В исполнении команды Невозможно Возможно Атрия исполняют На высоте Ну и Ну и Таковы Пишите ГГ Ребят Пушьте Вы можете Вы можете Хотя ладно Нет Если бы хотели Я думаю написали Была одна команда Которая просто не знала Что можно писать ГГ Чтобы закончить матч Там у ребят было 500 700 ММР Это вообще Был какой-то нонсенс Ребята не взяли курьера Взяли 4 кэри ЦМку на мид И не купили курьера И Отличная была партия Скажу А Вайпер отменяет Ну да Судя по тем действиям Вайпера Было видно Что он Не хочет Не хочет Не хочет быть Отличным парнем Он хочет быть Злобным Ублюдком Обиженным на всех Прошу прощения За выражение Но Вообще Отменять ГГ своим тиммейтом Это надо быть Еще тем Тем пареньком Так Ну и напоминаю Что здесь Проходят игры В формате Best of One Насколько я знаю Поэтому Мы приступаем К следующей встрече Даже сейчас скажу Кто против кого Будет играть Ну это Само собой Атрия Будет играть Против 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 Команды Ого Какое интересное Название Дети Девяностых Понял Против команды Дети девяностых Ну и Встретимся там Я думаю Через пару минут Уже начнется Следующая игра Никуда не расходитесь Редактор субтитров